Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на 30 дней ночи. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Вымирание 2015 года. После нескольких сотен тысяч лет эволюции и превосходства, люди были почти стерты с лица земли. В течение всего лишь нескольких дней инфекция превратила их в диких существ без интеллекта. Они стали злыми и безжалостными. Через 9 лет после этого мы находим небольшой городок, Хармони, покрытый многолетними снегами. Двое мужчин, давние друзья Патрик и Джек и дочь Джека Лу, единственные оставшиеся в живых. Тем не менее, они не общаются или даже не признают друг друга. Что-то ужасное произошло между ними, и глубокая неумолимая ненависть прекратила их дружбу давным-давно. Нечто 2011 года. Научная экспедиция обнаруживает в Антарктике потерпевший кружение инопланетный космический корабль. Группа отчаянных ученых проникает в его недра и неожиданно для самих себя открывает ящик Пандоры. Среди непроходимых снегов и ледяных гор, выпущенная на свободу Нечто, устраивает на исследовательской станции жуткую бойню. Земля вампиров, 2010 года. Когда города и села большой страны начали разрушаться и ветшать, на них обрушилась новая напасть – эпидемия вампиризма. Там, где есть вампиры, есть и охотники на них. Некто Мистер, самый крутой крушитель кровососов, поможет юноше перебраться на север, в так называемый Новый Эдем. Войны света, 2009 года. 2019 год. Глобальная эпидемия превратила большинство людей в вампиров, поставив человечество на грань вымирания. Безмятежное будущее не светит, впрочем, и кровососом. В условиях дефицита крови они вынуждены холить и лелеять каждую уставшуюся в живых человеческую особь, либо синтезировать заменитель крови. Противостоять концу света пытается группа ученых, ищущая средства для борьбы с вампирами. Операция «Мертвый снег», 2009 года. Группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней на каникулах. Вместо отдыха и развлечений, в декорациях идеалистического норвежского пейзажа, молодые люди попадают в кошмарный сон. Им приходится бороться за жизнь, в схватке с пропавшим здесь когда-то, во время войны отрядом немецких солдат. Превратившихся теперь в зомби. 28 недель спустя, 2007 года. Действие фильма происходит спустя 6 месяцев, после того, как вирус ярости опустошил Лондон. Армия США восстановила порядок и заселяет город, который находился под карантином. Мгла, 2007 года. Маленький городок накрывает сверхъестественный туман, отрезая людей от внешнего мира. Группе героев, оказавшихся в этот момент в супермаркете, приходится вступить в неравный бой с обитающими в тумане монстрами. Рассвет мертвецов, 2004 года. В то время как Америка содрогается от внезапного нашествия миллионов мертвецов, маленькая группа уцелевших людей пытается найти убежище и защиту в огромном здании торгового центра. Но долго ли они смогут противостоять нападению зомби? 28 дней спустя, 2002 года. Группа зеленых экстремистов вторгается в центр исследования приматов и выпускает из секретной научной лаборатории обезьяну, зараженной вирусом неудержимой агрессии. Смертельный вирус, передающийся через кровь за считанные секунды, приводит к мгновенному заражению и, соприкасаясь с любым живым существом, превращает его в кровожадного монстра. Через 4 недели вся Англия охвачена страшной эпидемией. Многие люди эвакуируются, другие ищут безопасные места в надежде спастись. Те, кому посчастливилось не заразиться, вместе с группой военных, прячутся в заброшенном доме. Вместе им предстоит разобраться в ситуации и попытаться ее исправить. От заката до рассвета, 1995 года. Спасаясь от полиции после ограбления банка, два брата-грабителя берут в заложники священника и его детей. Около американской границы они решают провести ночь в передорожном баре. Тут-то все и начинается. Нечто, 1982 года. Команде ученых американской исследовательской базы в Антарктике предстоит столкнуться с необъяснимым, чудовищным кошмаром. Отрезанные от всего света полярники вступают в неравную схватку с инопланетной тварью, пробудившейся после тысячелетней спячки во льдах, беспощадным существом, которое проснулось и проголодалось. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч.